Соскучились по печати? Сегодня я напечатаю только не из простого пластика, а из ядерного пластика Если не понимаете о чем я, смотрите вот эту небольшую нарезку Не так давно я узнал, что в Норильске был атомный реактор исследовательского типа Конечно же я нашел этот интригующий объект На территории оказалось очень много интересного хлама, в том числе и неизвестный полимер В прошлом походе, опасаясь радиации, я не стал брать этот пластик Но мысли о том, чтобы с ним поэкспериментировать не давали мне покоя Смотрите полную версию этого интересного похода в моем предыдущем видео Дорогу до реактора я уже знаю, но опасаясь, что мародеры растачат его по кусочкам Я все-таки не буду производить съемку до конечного пункта назначения Уже темнеет, а идти в гору Наконец-то дошел, уже темно Вот он за спиной Сейчас надергаю и в лабораторию Хватит Созвонили с приятелем, пока я ходил, охрана подъезжала, спрашивалась, почему стоит, зачем стоит, кого ждет К такому экзотическому материалу у меня очень много вопросов Пролежав десятилетия на открытой местности с перепадами температур от минус 50 до плюс 25 Способен ли он вообще на какую-либо переработку, сейчас узнаем Дозиметр показывает все в норме. Реантор был введен в эксплуатацию в 1970 году Получается этому пластику почти 50 лет В брошенных домах я находил куклу, наверное того же года Может быть он сделан из такого же материала Надо попробовать как он между собой сплавляется Но контакт вообще отличный, хорошо сплавляется Интересно какой у него диаметр К сожалению диаметр немножко больше Попробую протянуть станком, которым я раньше протягивал PET ленту Старый добрый станочек по протяжке PET ленты Лет 5 назад я приобрел 3D принтер Но к сожалению расходных материалов в нашем городе не оказалось Так что этот станок мне просто пришлось собрать ПИТ регулятор и управление шаговым двигателем Собран на микроконтроллере Отверстие для протяжки у станка 1,75 миллиметров и 3 миллиметра А еще этого станка, если рвется нить или заканчивается, есть необычная сигнализация Тревога! Остановка производственной линии Преобразование пластиковых бутылок нить будет приостановлено Рекомендую устранить проблему Ну а сейчас я воспользуюсь только нагревательным блоком Попробую протянуть в 3 миллиметровое отверстие К сожалению фокус не удался Да еще и запах противный Но не измельчать же его и не прогонять через экструдер Надо думать Пришла одна идея А может быть попробовать его вытянуть под температурой Ну да, это тема Теперь надо что-нибудь придумать Чтоб диаметр был ровный Идея пришла такая С одной стороны материал я закреплю статично С другой стороны подвешу грузы Тем самым под воздействием гравитации Вытяну материал в нужный медиаметр Оставлю эту сборку конструкции без комментариев Единственное что могу пожелать Если что-то задумали Собирайте здесь и сейчас Из подручных материалов Не откладывая в долгий ящик Иначе мысль просто потеряет интерес Осталось понемножку нагревать и мерить диаметр Поехали Попробую соединить куски через нейлоновую трубку Корявая, но соединилась Первая печать Этим коммунистическим пластиком Конечно же советский пластик Показал свой коммунистический характер И сдался только после десятой попытки Но все-таки удалось напечатать хоть что-то Этому полимеру почти 50 лет Изготовлен был в советское коммунистическое время Ну как же тут без красного флага Вот другое дело Теперь можно смело печатать Пластик очень редкий Поэтому я не буду ломать голову что напечатать Я напечатаю домик Для друга вот этого прекрасного растения Вверх и низ я напечатаю из подбутылок У меня есть очень редкие цвета пластика Например красная подбутылка Мне попадалось все раз в жизни Поехали Продолжаем Обзор Обзор Друзья, и Ленин, такой молодой и юный октябрь впереди. И Ленин, такой молодой и юный октябрь впереди. Давайте попробуем вместе дать имя, этому пустынному растению, в экзотическом горшке. На самом деле я намучился с этим полимером. Вот вроде три одинаковых прутка, но это не так. Один из них какой-то резиновый, другой вообще непонятно из чего. Третий мне так сопло засрал, чтобы мне пришлось его выкинуть, я даже вычистить его не смог. Конечно, если все это показывает, то ушел бы не один час видео. Считайте, что я напрасно потратил время, не думаю. Первое, я выяснил, что так называемый old plastic можно плавить. И второе, я нашел способ, как уменьшить диаметр нити. Вы наверно заметили, что картинка у меня так себе, и нет петлички зацепленного микрофона. Да и свет в говно, потому что снимаю я вот на эти отремонтированные телефоны. Я еще раз говорю, я не блогер и мне вообще похрен на лайки. Раньше я сидел в одно лицо в своей мастерской и экспериментировал потихоньку. Но теперь я решил пригласить вас к себе на каком-то ментальном уровне, вы со мной рядом. Я вас ощущаю посредством советов и комментариев, которые пишите под видео. Недавно мой подписчик, а теперь уже приятель, которого смело можно назвать сталкер, подарил мне две камеры GoPro. У Ивана куча обалденных идей в плане беспилотных летательных аппаратов, ЧПУ станков и всяких других классных вещей, которые скоро появятся на канале Ивана. Ссылка под видосом. Очень рад, что пацаны, которые прислали мне видео, поставили настоящий для меня лайк. Но я с вами не прощаюсь, до встречи, вот они парни, давайте вместе покажем куда нужно выбрасывать мусор. Присылайте свое видео, координаты в конце. Тушино, Москва. Так и вот эту шнягу мы нашли в Сходнинском ковше и собрали мусор. Подписывайся на инсту и смотри первым мое новое не отмонтированное видео. Между съемок я часто кидаю рабочие куски от снятого материала.